Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! На ваших экранах совершенно летний, 18-й выпуск модного приговора. У микрофона Павел, мой ник Coffee and Cup. Добро пожаловать в Готику. Во-первых, позвольте поздравить всех и каждого со скорым выходом долгожданного обновления этого Red Dead Online. Свершилось. Дождались, дотерпелись. Господи, намучились так, просто ужас. Не буду тут утверждать, что, мол, все беды позади. И впереди их, может быть, еще целая куча. Вспомню только, как Rockstar напортачили, например, сессиями и отрядами при выходе самогонщика. Тем не менее, впереди много всего нового. Третий бандитский абонемент, как минимум новая роль, а еще прилетело обещание сколько-нибудь дополнить уже какую-то существующую роль новыми активностями. Как вы могли узнать с прошлого новостного ролика, активность новой профессии натуралиста будет локализована где-то в районах Чолья-Спрингс. Это на этом просторе, вот между Армадилой и Тамбловидом. А в сегодняшнем выпуске речь пойдет о другом, не менее живописном, но варварски незадействованном регионе. Я говорю о горах Амбарина, так называемом зимнем биом. Не знаю, почему его называют биомом. Сраные майнкрафтеры. Так вот, как некоторые сообразительные зрители уже успели себе сообразить, сегодня мы представим вам зимнюю версию костюмов для путешествий по заснеженным горам округа городка под названием Колтер. Он является начальной открытой локацией основного сюжета Red Dead Redemption 2. В амбаре у поместья Адлеров Артур находит себе новую лошадь, а Майка сжигает ко всем чертям вышеупомянутые поместья. Так как события Red Dead Online имеют время быть примерно за год до происходящего, одному из двух заданий незнакомцев вы можете узнать, как выглядел муж Сэйди Джейк Адлер. Взглянуть на него с несколько другой, более готически страшной стороны можно в остальном сюжете Red Dead Redemption 2, как когда он гордо позирует в кадре, будучи трупом в телеге, а на заднем плане догорает его дом. Второе задание незнакомца и Сколтера — это Флако Эрнандес, этот разыскиваемый преступник, который держит, кстати, в катсценах свой обычный ковбойский револьвер вместо собственного уникального, что меня несколько выбесило. Флако руководствует вот этой классической логикой персонажей, дающих квесты, дает молчаливому персонажу работу, мол, иди туда и убей тех там. На этом квест-активность в Зимнем Регионе заканчивается. Разумеется, основная причина посещать Зимний Регион — это коллекционные предметы, потому что мало кто ходит туда, о, пошли сделаем задание незнакомцам. Согласитесь же, это несерьезно. Амбарино — это огромный район, который невероятно красиво сделан и проработан. Rockstar очень хорошо проработали над снегом в этой игре, как я считаю, но в нем преступно мало активности. Это совсем не повод не подготовить себе новый Зимний Костюм. Так что давайте в гардероб. А начнем с мужского персонажа. Пойдем по порядку. Навершием образа Хлада станет шапка из енота. Цвет любой, на ваш выбор, они все хороши. В качестве аксессуара на шею подойдет пышный галстук, желательно серый, чтобы не сильно выделялся. Верхняя одежда сегодня изобилует некой редкостью. Предпочтительно пальто Rexroad из второго бандитского абонемента. Мне самому всего уровня не хватило до этого пальто, пришлось забросить на время игру. О чем до сих пор очень жалею. Надеюсь, хоть третий добьет до конца. В качестве альтернативы для таких, как я, или у тех, у кого вообще не было абонемента номер два, хорошо подойдет пылевик из шкуры бизона. Из жилетов рекомендуется Cardos. Просто с таким меховым воротником. Черного цвета, разумеется. Оружейного снаряжения никаких изысков, оружейный пояс агента. Красота она в простоте. Сапоги Strayhorn придадут матерого виду, меховая обивка изнутри будет держать ноги в тепле, даже если вы решите искупаться в озере Изабеллы. Рубашка с воротником стойкой будет довольно хорошо видна, рекомендуют строгие цвета, либо черный, либо белый. Держать руки в тепле будут перчатки Эйври, тоже белые. Можно черные, но тогда будет плохо видно меховую обивку. Штаны Мартин Дейл черного цвета хорошо впишутся в любой костюм, а наш не является исключением. А про женский образ попробую рассказать вам я, Сократочка. Так как я не играю пока что в РДР, мне будет сложно произносить некоторые названия, поэтому попрошу не судить строго и написать ваше мнение в комментариях. А также переходите по ссылке в наш Дискорд, где вы сможете найти себе компанию, верных друзей и спутников для изучения мира РДР. Спасибо огромное нашим спонсорам, Алексею Котову, Виктору Попову, Вовко СПБ, Готик Некст, Плага Анастасия и другим спонсорам. Поддержи, ты канал всего от 49 рублей в месяц. И продолжим с женским персонажем. Сразу предупрежу, многие элементы одежды являются общими для обоих персонажей, дабы подчеркнуть принадлежность к одному стилю одежды. Головным убором и в этом случае станет шапка из енота такого же цвета. На шее будет все тот же пышный галстук серебряного цвета, верхней одежды нет. Вместо него будет теплый жилет Моралис. Мне он очень понравился своими меховыми окантовками. Под жилетом скрывается блуза Уинфорд, клетчатая белая. Рукава загнуты. Перчатки Эйвери идеально подходят для этого стиля, как мужскому, так и женскому персонажу. Гравированный кобуро-стрелка вписывается в образы таких отшельников гор и компас Уинфорд, чтобы не потеряться в этих краях. Штаны Мартин Дейл черного цвета завершают наш образ вместе с теплыми спагами Стрейхон. Вот таким получился наш 18 выпуск «Модного приговора». Оставляйте свои комментарии, обязательно напишите, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Сократ их любит. Гравированный кобуро-стрелка вписывается в образ этих отшельников гор. Гравированный кобуро-стрелка вписывается в образы таких отшельников гор. Гравированная кобура стрелка вписывается в образ этаких отшельников гор. Теперь всё забыла. Гравированная кобура стрелка вписывается в образ этаких отшельников гор. Ещё раз.